Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Несколько дней назад, 8 января 2023 года, у международного гроссмейстера Евгения Кондраченко состоялся своеобразный юбилей. Он уже 35 лет находится в мире шашек. Сердечно поздравляю Евгения с этим праздником. Ну и кстати, друзья, Евгений в какой-то мере и мой тренер, и наш с вами общий, потому что он уже записал множество стримов и видео на моем канале. Ну и кроме того, на канале Володи Мигальца All About Drafts. Поэтому, друзья, у меня есть к вам просьба, если у кого-то есть желание и, главное, возможность, поддержите Евгения материально. У него сейчас тяжелое финансовое положение, его финансы, как говорится, поют романцы. Если сможете помочь, буду сердечно благодарен вам за это. Друзья, ссылочку на карточку Евгения оставлю в комментариях, ну и в описании ролика. А сегодня, друзья, мы рассмотрим матч двух международных гроссмейстеров, своеобразное белорусское дерби. Андрей Валюк играл с Евгением Кондорченко в полуфинале турнира мастеров. И все партии закончились победой одного из гроссмейстеров. Ну и вначале хочу сказать, что победа в матче нужна была Евгению. То есть его ничья не устраивала. Андрея Валюка устраивала ничья, так как в турнирной таблице он находился выше и в итоге ничья могла ему принести победу в этом престижном турнире. В первой партии обоим соперникам выпала следующая жеребьювка дебюта летающая шашка. Белая h2 летит на c5, черная b6 летит на h2. Ну и в партии оба соперника сыграли gf4. Ну кроме этого хода в этой позиции возможен ход и gh4. Давайте вкратце рассмотрим возможности белых и черных в этой позиции. После gh4 черные бьют на b4. Ну и конечно лучше всего бить на поле c5. На a5 бить хуже. Мы рассмотрим этот бой на примере партии двух гроссмейстеров. Бойко и Белошейва. Ну после боя на c5 возможно за черных два хода. На fe5 белые играют b3. Ну и у белых отличная позиция без слабости. А черным надо думать как играть дальше. Поэтому небольшое преимущество у белых. Если же в этой позиции черные размениваются и бьют на e5. Снова играем b3 и снова у белых чуть получше. Черным надо как-то решать проблемы возникающие. То есть играть либо ef4, либо fg7. Простые решения здесь уже обратите внимание. Ходы hg5 и hg7 не проходят из-за простой комбинации. cd6 и ed4. И белые попадают в дамки на ход hg7. А если черные играют hg5, тогда белые выиграют шашку. Вот таким образом. Поэтому предпочтение в этой позиции я отдаю белым. Давайте рассмотрим теперь бой на поле a5. На примере партии Бойко-Белошиев 2007 года. Черные меняются в центр fg5 и бьют на e5. Обе стороны развивают свои сильные левые фланги. bc3 hg7, cb4 gf6, ab2 fg5, bc3 gh4, ed4, ef6, cb2 fe7, dc5 cd6. То есть у белых плохая позиция. И ростмейстер Сергей Белошиев находит изящное решение. На ход ab6 черные нападают. bc7 приходится меняться. b5 и черные провели комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. И вот такие симпатичные вещи. Играем hg3, затем fg5 и входим ed6. И красиво снимаем 5 шашек соперника с выигрышем. Ну давайте теперь рассмотрим партию. В партии оба соперника сыграли gf4. Черные бьют и белые конечно бьют на поле c5. Обе стороны развивают свои сильные левые фланги. Белые занимают центр. Идея черных окружение центра. fg5, cd4, gf6, bc3. Ну и в этой позиции оба соперника сыграли fg7. Наиболее сильный ход. Рассмотрим вкратце ход cb6. Я считаю этот ход уже неточностью. У белых после этого хода довольно-таки ощутимое преимущество. Например, ab2. Ну и здесь возможны два варианта игры за черных. Если черные играют b5, тогда уже играем b3. Ну и на ход hg7 вываливаемся в центр fe5. И кразим разменяться cb4 и побить вперед. Поэтому черным надо как-то ослабить. Атаку белых им приходится меняться. gf4. Бьем назад. Ну и после всех перебоев. h на f4 бить за черных уже совсем плохо. Поэтому приходится бить на поле h4. Тогда белые играют d3. Ну и здесь, возможно, прикольная ловушка. На ход hg5. Гроссмейстер Игорь Макаренков, в частности, поймал так мастера Кадесникова в 1994 году. Можете также поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Стандартная комбинация. f4. cb4. Ну и белые попадают в дамки с выигрышем. Естественно, hg5 играть нельзя. Надо играть gf6. Но белые здесь снова делают точный ход. ed2. Сдвигаем золотую шашку. Или как я ее называю, царскую шашку. И у белых преимущество. Еще один возможный ход в этой позиции. Ход dc7. То есть вместо b5. Тогда играем b3. И черные меняются назад. Именно для этого они сделали ход dc7. И в этой позиции у белых есть два отличных хода. ab4 и cb4. Лично мне cb4 нравится больше. После того, как черные нападают. Ну, лучшего нет. Тогда меняемся. Так, прошу прощения. Тогда закрываемся dc3. И на ход fe7 уже вываливаемся в центр на поле e5. Как правило, занимать поле e5 в середине партии невыгодно. Но в данном случае шашки стоят белых хорошо. То есть черные приходится играть g4. Мы меняемся назад. После cd4. Ну, у белых отличная позиция без слабостей. Затем мы занимаем поля b4 и d4. Также a3. Ну, и давим. Черным надо искать ничью. Поэтому в этой позиции cb6 играть я не рекомендую. Отмечу красненьким. Надо играть fg7. Так и сыграли оба дроссмейстера. Далее возможно. ab2, gh4. Черные поставили ловушку. То есть они хотят, во-первых, сыграть hg3 и затем fg5. И пробить шашкой g7 на поле g3. И выиграть партию. Кроме того, еще есть ловушка на ход fe5. Этот ход проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Так однажды даже попался гроссмейстер Евгений Кондрыченко в блице. Одному из своих соперников. Черные играют cd6. Выбивают шашку c3. И затем проводят стандартный удар. hg3, fg5. И попадают в дамки с выигрышем. То есть на такую ловушку даже гроссмейстер может попасться. Естественно, fe5 не играем. Играем fg5. Черным надо играть g6. Ну и в этой позиции возможны два хода. b3 играть плохо. Здесь белые проводят наш любимый размен. Тройной одеколон. Но после него у черных очень большое преимущество. Ничья еще за белых есть. Но довольно-таки тяжелая. Давайте рассмотрим ее. Допустим, d3. И черные нападают cd6. И здесь надо сделать несколько точных ходов за белых. cd2 единственный ход. Надо бить только на c5. Ну и после хода fg5 белым надо сделать снова точный ход cb4. Тогда dc7. Снова единственный ход de5. Тогда черные нападают. И снова единственный ход ed6. Черные бьют на f2. Белые на f8. Ну и здесь есть два варианта. Если черные поставят дамку на поле e1, тогда она тут же ловится в петлю. Белые бьют на b4. Ну и постепенно достигают ничьей. Но более сильный вариант есть. За черных можно отдать шашку. У нас, видите, получается шашка лишняя. Мы ее возвращаем и нападаем сразу же на две шашки белых. Но все-таки ничья за белых есть. Белые отдают шашку b5. И меняют шашку a7. Ну и можно побить на поле b4 или на поле a3 без разницы. То есть грозим отдать шашку и затем занять большую дорогу. Поэтому черным приходится убирать дамку. И тогда белые занимают верхний двойник. И, видите, не дают черным провести шашки в дамке с ничьей. Как видите, у черных в этой позиции большое преимущество. Поэтому b3 я не рекомендую. Это плохой ход. Естественно, надо играть в этой позиции fe3. Бой-бой. Черный играет hg3. Заставляет белых сыграть g6. И здесь в одной из партий, также гроссмейстеров, Кондраченко и Валюка, встретился такой вариант. Черные разменялись fe5. После всех перебоев возникает примерно равная позиция. И партия быстро завершилась ничьей. В частности, это было в партии двух гроссмейстеров в 2012 году. Но в турнире мастеров Евгений Кондраченко, играющий черными, нашел более сильный план игры. В этой позиции можно сыграть cb6. Ну и белым для достижения ничьей надо играть очень точно. hg7 единственный ход. Черные жертвуют шашку. bc7. И отдают еще вторую шашку. В первой партии Андрей Валюк побил на поле e3. А во второй партии Евгений, играющий белыми, во второй партии уже побил на поле g3. Ну давайте рассмотрим первую партию. Белые побили на поле e3. И черные ставят дамку. И в этой позиции белые ошиблись. Они сыграли b3. Это уже серьезная неточность. Давайте сперва рассмотрим наиболее сильнейший план игры. Конечно, надо играть в этой позиции ef2. Ну и давайте рассмотрим возможные ходы за черных. Дамку сдвигать нельзя, потому что она будет тут же поймана. У белых две лишние шашки. Поэтому они после размена дамки выигрывают. То есть видите, у белых две лишние шашки. Кроме того, дамка черных ограничена. Поэтому здесь преимущество все-таки следует отдать белым. У черных единственный ход. ed6. Обратите внимание, что b5 также проигрывает. Можете поставить видео на паузу и найти симпатичную комбинацию за белых. Жертвуем шашку ходом ed6. И затем играем ed4. И дамка черных ловится. Вот такой симпатичный выигрыш. Поэтому в этой позиции после хода ef2 у черных практически единственный ход. ef6. Теперь белые делают снова точный ход b3. То есть видите, не дают пошевелиться дамке черных, потому что она будет тут же поймана. И в этой позиции у черных есть два варианта. d7 и b5. После d7 черным надо играть очень точно. Белая игра от fg3. И надо проводить уже комбинацию. fe5. Бой. Бой. Тогда лучше всего побить шашкой b6 на b2. Белые бьют на a5. Черные бьют на c5. Ну и грозят провести вторую дамку. Поэтому белые вынуждены вернуть шашку c3. d2 вернее. И зажать черных вот таким образом. Но все-таки ничья за черных есть. Они отдают шашку. И бьют на поле h2. Белые занимают большую дорогу. Тогда отдаем еще одну шашку. И черные благополучно достигают ничьей, заняв большую дорогу. Так, это был ход de7. Но есть более сильный ход b5 в этой позиции. Теперь белым надо сделать единственный ход cb2. Ну, был cb6, но он хуже. Лучше играть cb2. Точный ход. И у черных есть два варианта ответа. Либо проводить комбинацию. Допустим, аb4, fe5 и cb6. Бой, бой, бой. Ну, это форсаж ничьи. То есть, бьем, допустим, на g7. Ну, и белым лучше всего отдать шашку и форсировать ничью. Если же белые закрываются, тут ничего страшного. Играем на поле c5. Отсекаем белых по верхнему двойнику. Ну, и на ход ab4 играем на c7. Тут уже белым надо делать ничью. Думать, как это сделать. То есть, это первый вариант игры. Второй вариант связан с ходом cb6. Тогда белые играют cd6 и ставят ловушку для черных. То есть, видите, нельзя играть дамкой. fg2, потому что белые проводят комбинацию. Отдаем одну шашку dc7 и затем вторую. И забираем две. И видите, у белых две лишние шашки. Поэтому этот эндшпиль выигранный. Ставим дамку и затем будем строить петли по большой дороге. Поэтому в этой позиции черным надо играть только fg5. Когда белые идут в дамки, черные форсируют ничью таким образом. Отдаем шашку и бьем на поле c1. Ну, надо отходить. Тогда играем bc5. Бой-бой. Надо ставить дамку. И черные проводят такой мини-удар. Отдаем одну шашку, затем вторую. И бьем три шашки с ничей. Вот такие варианты были в этой позиции возможны. Но в партии Андрей Валюк ошибся. Все-таки это был блиц. Времени на раздумие практически нет. Поэтому в этой позиции он вместо хода ef2, прошу прощения, ef2 сыграл b3. Этот ход намного хуже. Здесь уже черные владеют преимуществом. Естественно, размениваемся. ed6 и грозим сыграть fe5. Поэтому ход ef2 за белых вынуждены. Теперь играем cd6. И у белых снова единственный ход cb4. Тогда черные меняются bc5. Ну и в этой позиции у черных большое преимущество. Но все-таки справедливости ради отметим, что ничья здесь еще была. Для этого надо было точно сыграть b5. В партии же Андрей Валюк ошибся. Ну такое бывает. ef4 отдал и сыграл d3. f3 не заметил, что у него шашка b4 мешает поймать дамку черных. Ну и Евгений после боя дамкой на a5 выиграл. Такой курьезный момент в партии был. Ну а ничья все-таки в этой позиции еще была за белых. Да, позиция выглядит страшной, но ничья есть. b5. И у черных есть два варианта игры. Либо fe5, либо de5. Давайте рассмотрим оба. Если черная игра de5, тогда... Надо отдавать шашку a b4 и играть a b6. Пытаться провести тоже шашку в дамке. Тогда черные играют fg5. Ну и на ход b7. Они играют gh4. Дамку белых пока ставить нельзя. Она будет тут же поймана. Поэтому белые играют dc3. Единственный ход. Ну и здесь черные выигрывают шашку, но победить в партии не могут. Надо меняться ef4 и бить, скажем, на поле a1. Тогда белые ставят дамку на b8. Ну и несмотря на то, что у белых на шашку меньше, это окончание ничейное. То есть видите, шашка черных a3 при наличии шашки белых на поле c1. Дамки не проводятся. Поэтому это ничейное окончание. Так, это первый вариант. Второй вариант в этой позиции был связан с атакой после хода fe5. Но здесь белые также могут добиться ничей. Снова жертвуем шашку. И играем a b6. Теперь черные проводят вот такой удар. Играют ef4 и бьют дамкой на a7. Снова у белых страшная позиция, но все-таки ничья оказывается. Естественно, играть g6 нельзя, потому что черные здесь выигрывают. Они занимают большую дорогу и приходится жертвовать шашку. Когда черные бьют на g1, ну и после хода hg7 выясняется, что дамку ставить некуда. То есть видите, на поле f8 нельзя ставить из-за банального dc5. А на поле h8 нельзя из-за хода de5. Ну и на ход cd2 черные играют дамкой на a1 и дамка белых погибает. Черные выигрывают. Но все-таки в этой позиции еще была ничья. То есть вместо хода g6 надо точно сыграть dc3. Ну и здесь ничья. Черные снова выигрывают шашку, но не более того. d5 g6, черные нападают. Дамкой с поля d4 играем hg7. Ну и после того, как черные бьют, ставим дамку на f8. Черные играют дамкой на d4, грозят поймать дамку белых. Скромно уходим на поле h6. И снова, видите, возникает это окончание. У черных лишняя шашка, но шашка a3 при наличии шашки белых на поле c1, она не проводится. Поэтому это только ничья. Во второй партии все было то же самое. Но в этой позиции Евгений сыграл после хода gf2. Он уже побил не на поле e3, как Андрей Валюк, он побил на поле g3. Черные бьют 3 шашки, белые бьют на a5. И здесь черные занимают центр. Позиция белых довольно-таки неприятная. Черные разменялись bc5, ну и после хода bc3 сыграли ef6. Очень сильное давление со стороны черных. У белых тут чуть ли не единственная ничья. Приходится меняться cd4. Ну и на ход d7 белые сыграли gf2. gd6. И в партии Евгений допустил решающую ошибку. Он сыграл fg3, этот ход уже проигрывает. Все-таки ничья была в этой позиции, мы ее рассмотрим позже. После fg3 Андрей Валюк быстро реализовал преимущество. hg7, hh4, hh6. Ну и на ход cd2 черная игра dc5, белая de3 и черная игра cd6. Белым приходится жертвовать, две шашки лучшего нет. ed4, черные бьют и белые играют ab6. Мы в этой позиции. У черных две лишние шашки, поэтому они побеждают. Давайте рассмотрим вкратце партию. gf4, bf7, fe3. Белые ставят дамку, черные закрываются, fe5. После нападения bf7 играем ed2. Белые уходят дамкой на поле g1, черные ставят дамку на e1. gh2, e на a5, hg1, a на d8. Снова gh2, d на f6. Черные перевели дамку на f6 и хотят провести шашку h6 в дамке, активизировать ее. Поэтому hg3, hg5. Евгений еще ушел дамкой на поле e1. После хода dc5 он сдался. Возможно, еще можно было поиграть пару ходов. Тут есть небольшая ловушка. Можно напасть было. ed2. Ну и если черные... Можно, конечно, отдать за черных шашку g5 и просто провести обе шашки в дамке с выигрышем. Но если черные в этой позиции закроются, тогда играем дамкой на c1 и здесь уже от черных требуется определенная точность. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Здесь надо сделать единственный ход. cb4. Только этот ход ведет к победе. Тогда белые нападают, черные отходят. Ну и после нападения с поля d6 черные отдают шашку f4 и ставят дамку на поле a1 с выигрышем. Но хочу обратить ваше внимание, что в этой позиции невозможен был ход cd4, напрашивающийся. Потому что белые играют cb2 и неожиданно выясняется, что черным некуда ходить. Везде ничья. Так что все-таки играть надо до конца, используя даже малейшие шансы. Давайте рассмотрим, где еще была возможна ничья. Где все-таки белые окончательно ошиблись. Ход fg3 проигрывает. В этой позиции еще была возможна ничья. Допустим, cb2. Тогда dc5. Белые играют bc3. Ну и cb4 играть бесполезно, потому что белые сыграют cd4. И обе стороны прорываются в дамки. Там не выиграть. Поэтому приходится играть cd6. Тогда белые играют fe3. Ну и на ход fe5 просто играем fg5. Тут даже есть ловушка. То есть ef4, по-моему, даже проигрывает. Тогда играем gf6. Бой-бой. Ну и после жертвы шашки надо играть dc5. Белые, по-моему, здесь даже побеждают. То есть отдаем шашку и играем fe7. Ну и как бы черные не играли, здесь проиграно. То есть на ход hg7 ставим дамку на d8. Ну и возникает финал штаны. То есть так, так, так. Нападаем. Надо отходить. Зафиксировали шашку a5. Ну и после хода hg5 снова нападаем. Ну и белые побеждают. Финал вилка или штаны или распорка. Кому как больше нравится. Если же черные играют шашкой b6, тогда играем на поле f8. Черным надо играть на поле a5. Ну и белые здесь снова побеждают. То есть уводим дамку на поле a3. Ну и после хода hg7 нападаем. Надо отходить. Зафиксировали шашку a5. Ну и после хода hg5 снова нападаем. И снова вилка. Белые побеждают. Поэтому в этой позиции, естественно, ef4 играть нельзя. Надо играть cb4. Но тут все-таки белые достигают ничей. Играем ed4. Бой-бой. Ну и допустим на постановку дамки на c1. Надо сделать еще один точный ход g6. И здесь все-таки черные победить не могут. Ну какие варианты возможны. Допустим сыграют черные на e3. Тогда уже играем hg7. Хотим поставить дамку. Черные играют на c5. Пока ставить дамку нельзя за белых. Приходится жертвовать шашку. И вот здесь уже можно поставить дамку. Черные закрываются. Просто уходим, допустим, на поле a6. И постепенно партия заканчивается ничьей. Рассмотрели первые партии. Оба гроссмейстера перебились. В третьей партии Андрей Валюк играл белыми. Соперником выпала следующая жеребьевка дебюта. Так называемая ходилка. ed4, hg5, cb4, d5, ba5. Обязательные ходы. Черные бьют. Ну и белым, естественно, лучше бить на d4. И в партии оба соперника сыграли gh4. В третьей партии Андрей Валюк, играющий белыми, сыграл ab2. Черные играют ed6. Ну и хотят напасть d5 и разменяться затем назад. Далее в партии было d3. Черные нападают. Белым надо закрываться. d5, bc3. И черные меняются назад. fg5. Бой. Бой на e7. У белых центр, но центр очень рыхлый. Не хватает шашки на поле d2. Кроме того, шашка на а5 стоит очень неудачно. Белым надо думать о ничьей. Андрей Валюк играет ed4 для более равномерного распределения сил по доске. Евгений отвечает gf6. cd2, hg7, gf4. Белые пытаются укрепиться в центре и затем разменяться fg3. Черные меняются bc5 и белые приводят свой план в исполнение fg3. Бой. Бой на e3. В этой позиции Евгений задумался и нашел блестящий план игры. cd6. Отличный ход, ставящий белых перед дилеммой. Либо играть cb4, но тогда черные задавят белых центром, либо нападать cd4. В партии Андреева Валюк избрал cd4. Черные меняются b7, бой-бой. И здесь белая игра dc3. Они видят, что черные могут провести комбинацию fg5 и cb4 и выиграть шашку. Но надеются достичь ничьей, потому что шашка белых a5 затем проходит в дамке беспрепятственно. Евгений тут снова задумался и снова нашел блестящее опровержение плана белых. fg5, бой и cb4. Черные все-таки проводят комбинацию и не боятся белых пропустить в дамке. Потому что на ход ab6 они играют ed6. Ну и на ход b7 играют dc7. В партии белые еще могли достичь ничьей. Надо было сыграть ed2. Ну и ход f2, кстати, тоже еще не проигрывает. Но здесь уже сделать ничью очень непросто. И в партии Андрей Валюк не справился с этим. Черные сыграли gf6. И обратите внимание, что сейчас белым ходить некуда. То есть на обычные ходы. Ну, до этого хода, естественно, нельзя было ставить дамку. Потому что она была бы тут же поймана. А сейчас, видите, дамку ставить также нельзя. Потому что черные снова ее ловят. Поэтому белые сыграли fg3. А куда еще прикажете играть? И черные выиграли fg5. Бой-бой. Ну и белые здесь сдались. Да, это верное решение. Потому что белым ходить некуда. Если ставить дамку, то она снова будет. Тут же поймана. И оппозиция 2 на 2. Если же меняться hg3 таким образом, тогда черные отдают шашку. И нападают. Приходится отходить. Черные снова нападают. Приходится закрываться. И черные зажимают обе шашки белых. Ходить некуда. Но все-таки, друзья, в этой позиции была неожиданная ничья. Прикольный вариант. Советую его запомнить. Так как за черных вполне можно выигрывать партии таким образом. Белые здесь должны играть hg3. И затем ставить дамку. Видите, пока черные не могут ставить дамку. Потому что она будет тут же поймана. Поэтому, ну, fe5 играть бесполезно. Белые сыграют, допустим, на поле a7. Ну и снова... Вернее, не на a7. Допустим, сыграют fe3. И снова ставить дамку некуда. Поэтому черные здесь... Прошу прощения. Могут пожертвовать шашку. И теперь уже поставить дамку. У белых единственный ход fg3. Другого нет. И черные ставят ловушку. Играют дамкой на d4. В этой позиции проигрывает под gh4. Какие здесь возможны планы игры для черных. То есть уходим дамкой на a1. И видите, дамка белых не может пошевелиться. Потому что она будет тут же поймана. Таким образом. Поэтому белым приходится играть fg5. Ну, тогда просто бегаем из угла в угол. По полям 1h8. Допустим, gh6. Снова ушли. Допустим, hg5. Снова ушли. И белым приходится играть b7. Тогда черные снова ловят белых. С выигрышем. Так, первая ловушка. Вторая ловушка, возможно, если белые играют b7. Тогда уходим на поле f6. И снова за белых хочется сыграть gh4. Но этот ход проигрывает. Правильно играть в этой позиции. Либо на поля e3. Либо f2. Либо g1. То есть какая идея тут у белых. Допустим, играем на g1. И видите, шашки черных дамки пройти не могут. А если черные нападают, допустим, с поля h4. Тогда закрываемся gf2. Ну, вот такая ничейная крепость неожиданная. Вот так. Черные здесь выиграть не могут. А если в этой позиции белые все-таки бы сыграли gh4. То снова возникает вот эта тема рассмотренная. Нападаем. Приходится отходить. И уходим. Так, прошу прощения. Уходим на поле h8. Видите, стоит угроза. cb6. Если белые уходят вниз по двойнику. Тогда здесь такая петля. Отдаем две шашки. Затем третью. Ну, видите, шлагбаум. Шашка на поле g5 мешает белым. И черные побеждают. Если же белые в этой позиции не двигают дамку. Допустим, уходят обратно на поле b8. Тогда вы здесь уже знаете, как побеждать. Снова бегаем из угла в угол. Приходится играть g6. Затем hg5. Снова бегаем. Ну, и на единственный ход. b7. Снова дамка белых ловится в петлю. Вот такие прикольные ловушки. В четвертой партии обстановка накалилась до предела. Ну, и после жеребьевки первых ходов Евгений на ход gh4 сыграл gf4. Здесь у белых также остаются проблемы. И Евгению Кондраченко не удалось их решить. Черная игра gh6. И стоит угроза hg3 и fg5. Банальная угроза, но тем не менее, непонятно, как за белых играть. То есть, допустим, на ход de3 уже можно разменяться bc5. И позиция белых выглядит очень подозрительно. Поэтому Евгений решил разменяться вот таким образом. Применил временную жету dc5. И напал fe5. Ну, Андрей Валюк не растерялся. Сыграл dc3. Ну, и после всех разменов белые сперва бьют на f6. Потом на b4. Черные здесь окончательно задавили белых центром. ab6 cd2. Черные сыграли fe5. Ну, и на ход dc3 разменялись cd6. Какие-то шансы на ничью еще были после хода b5. Но, в принципе, у белых очень сомнительная позиция. Очень плохая позиция. Пассивная. Поэтому так играть я не рекомендую. Ну, давайте вкратце рассмотрим партию. ed2 hg5, ab2 bc5. Черные заняли весь центр. Белые как-то еще пытаются сопротивляться. b5 fg7, cb4, gf4. Ну, меняться fg3 бесполезно. Поэтому белые напали fe3. Черные меняются вперед. Ну, и после хода de3 играют ef6. Белые снова меняются. Это черные снова занимают весь центр ходом ef4. Ну, и после хода ef2 черные красиво выиграли. Конечно, можно было сыграть efg5 с выигрышем. Но Андрей Валюк нашел вот такую интересную жертву hg3. И тихий ход bc7. И выясняется, что несмотря на лишнюю шашку, у белых, видите, разрыв по флангам. И вот за счет этого разрыва белые и проигрывают. Далее в партии было hgf2, cd4. Ну, и после хода fg3 и fe3. Евгений еще отдал шашку. hg3, de5. И белые сдались. Вот так, друзья. Закончились все четыре партии. Как говорится, боевая ничья. 2-2. Все четыре партии закончились победой одного из гроссмейстеров. Очень интересная борьба. Ну, давайте теперь рассмотрим мою разработку. В этом непростом дебюте все-таки мне удалось найти интересное решение. Как все-таки за белых защищаться. То есть, ходы, так отмечу, ходы gf4 и ab2 все-таки ведут к большому преимуществу черных. Мне удалось здесь найти наиболее простое уравнение за белых. Играем ab4. Ну, и теперь простые ходы bc5, fe5, ed6 уже ничего не дают. Приходится, допустим, играть g6. Тогда играем de3. Очень неожиданный ход. На что он направлен? То есть, черным бесполезно меняться bc5, потому что бьем на d6, черные бьют на c3 и тогда смело нападаем cd2. Именно таким образом. С равной игрой. То есть, ну, cb2 играть хуже. Отмечу. cb2 играть хуже. Там у черных преимущество. Если же черные это видят, допустим, играют fg5, тогда здесь надо сделать тоже точный ход. cb2 именно. Таким образом. То есть, не даем разменяться bc5, а как еще можно сыграть за черных? То есть, если черные, допустим, будут просто играть hg7, тогда играем b3. Ну, и, допустим, на ход ed6 можно уже уравнять позицию вот таким образом. Меняемся dc5. Бьем на e7. Ну, на f6 за черных бить хуже, поэтому приходится бить на d6. Ну, после размена bc5 бьем назад. Затем еще меняемся gf4 в определенный момент и постепенно достигаем ничьей. Если же в этой позиции черные, допустим, играют gf6, тогда уже играем ab2. Ну, и уже здесь черным пора думать о ничьей. Либо меняться таким образом. Ну, здесь уже после хода bc3 у белых позиция как минимум приятнее. Или ab4 даже. Либо черным надо снова играть ed6 и белые снова меняются dc5. Бой-бой. И снова меняемся bc5 назад. С примерно равной позиции. Если же черные в этой позиции меняются bc5, тогда еще, возможно, прикольная ловушка за белых. Бьем на b6. Ну, и после того, как черные бьют затем на e5, играем gf4. Занимаем центр. Ну, и здесь уже естественный ход ed6. С идеей нападения f5 уже красиво проигрывает. Простенькая ловушка, но прикольная. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Так, играем fg3, отдаем две шашки и затем ab4. Черные бьют. И затем играем bc5. Ну, и несмотря на то, что у черных лишняя шашка, белые прорываются в дамки и выигрывают в этой позиции. Какие еще возможны были ходы после хода cb2? Если черные здесь играют ef6, тогда играем gf4. Ну, fe5 играть бесполезно, потому что мы побьем на поле d6. Ну, и после всех разменов у белых будет преимущество. Поэтому черным здесь лучше сыграть d7. Тогда белые играют ba3. Ну, и на ход ed6 уже меняемся. bc5, бьем назад. И здесь преимущество снова у белых. Вот, допустим, b5, ab2. Ну, и черным надо решать проблему, как все-таки сводить партию в ничью. Здесь уже давят только белые. Так, еще в этой позиции был возможен такой план игры за черных. Очень хочется в этой позиции пожертвовать шашку. gf4. Тогда бьем на e5. И после нападения ed6. Можно, конечно, сыграть и ed2. Но мне нравится более интересный план игры bc3. Отдаем две шашки. И затем меняемся fg3. Отыгрываем шашку. Ну, и несмотря на окажущуюся простоту, здесь, возможно, полнокровная игра. Черным можно меняться. bc5 вот таким образом. Ну, и здесь надо сделать точный ход fg7. fg7 играть уже хуже. Ну, и черные здесь постепенно добиваются ничьей. Если же черные здесь еще пытаются обострить игру, поиграть как-то, тогда возможен план fg7. Тогда играем bc5. Ну, и на ход hg7 играем hg3. gf6. И вот в этой позиции важно запомнить план игры за белых. То есть, gf4 играть плохо. А вот правильно играть в этой позиции именно gh4. То есть, после хода gh4 черным нельзя меняться fg5. Видите, из-за простого удара cd6. Ну, и белые здесь остаются с лишней шашкой. Они должны выиграть. То есть, приходится здесь играть hg5, единственный ход. Тогда играем cd2. Ну, и на ход gf4 играем ab2. И черным надо форсировать ничью. Точный ход fg3, жертва. Ну, то есть, видите, снова играть fg5 нельзя. Потому что белые останутся с лишней шашкой. Побили, побили. Ну, и белые должны здесь победить. Но ничья все-таки за черных есть. Отдают они шашку fg3. И затем меняются fg5. Подрывают пункт d4. Ну, и после всех перебоев шашка e5 неминуемо гибнет. Ну, и возможно, например, такая ничья fg3. fg6 единственный ход. Ну, и постепенно обе стороны приходят к ничей. Вот это, наверное, сильнейший план игры за черных. При моем плане игры после ab4. Но, кроме того, в этой позиции за черных еще возможна ловушка. Если в этой позиции белые не сыграют gf4, а, допустим, сыграют gf4, напрашивающийся ход, то черные здесь имеют шансы на выигрыш. Они нападают fg5. Ну, и после хода ed2, бой-бой. Они играют ef6. То есть, грозят сыграть fe5. Белым надо что-то придумывать. Ну, допустим, они играют fe5. Тогда играем de7. Ну, и после размена назад у черных выигрыш. Допустим, cd2, ef6. Аb2 приходится закрываться, потому что черные грозили сыграть e5. Тогда черные играют fg5, de3, fg7, cb4, gf6. b3, fe5. Прошу прощения, все скачет. fe5. Белые бьют две шашки, и черные бьют две шашки. Так, все-таки вот в этом варианте у белых еще есть ничья. То есть, после хода hg5 черные ставят дамку. Ну, естественно, gf6 нельзя играть, потому что черные нападут. Приходится отходить. Ну, и белые проигрывают. Поэтому приходится в этой позиции играть gf6. Ну, и все-таки белые добиваются ничьей. То есть, черные занимают дамкой поле d4. Тогда белые жертвуют шашку и играют hg7. Допустим, напали с d4. Белые ставят дамку на f8. Ну, и здесь ничья все-таки есть, да. Действительно. Ну, еще отмечу такую ловушку. Простенькую, но надо показать ее. Допустим, играем на c3. Белые на b4. На g7. На f8. Играем на h6. И пытаемся вытеснить белых с тройника. Приходится уходить на b4. И черные играют на f8. Ну, и правильно здесь отойти белыми либо на поля d2, либо на поля e1. Допустим, таким образом. Ну, если черные играют cd6, тогда уже занимаем большую дорогу. И здесь черные выиграть не могут. Есть ловушки за черных, но выигрыша нет. Но в этой позиции была ловушка простенькая. То есть, нельзя было сразу же занимать большую дорогу. Потому что черные проводят симпатичную комбинацию. Она довольно-таки неожиданная. Потому что черные здесь жертвуют дамку. Сиграем таким образом. И затем cb6. И черные побеждают. Вот такая ловушка. Так, все-таки. После хода f5 еще есть ничья. А вот ход cd2 уже здесь окончательно проигрывает. Играем fg5. Приходится закрываться. И здесь надо сделать за черный ход точный ход d7. Допустим, ab2. И снова точный ход ef6. С идеей подорвать пункт d4 ходом fe5. Поэтому приходится нападать fe5. И здесь черные побеждают. Проводят симпатичную комбинацию. cd6. Присоска. Ну, у белых есть сколько вариантов ответа. Раз, два, три, четыре. Из четырех вариантов ответа нормальный бой только на поле g7. Здесь еще белые могут оказать хоть какое-то сопротивление. Тогда бьем три шашки. Белые бьют на c7. И бьем именно на поле f8. Ну, после постановки белыми дамки играем g4. Затем постепенно проводим обе шашки в дамки. И побеждаем. Это эндшпиль выигранный за черный. Друзья, если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте большой палец вверх. И подписывайтесь на канал. Ну, конечно, есть возможность и желание поддержить Евгения Кандриченко в наше непростое время. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры сделал DimaTorzok